В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Холодная война. Коммунальная история, о которой хочу рассказать в этой передаче, началась с банального телефонного звонка в нашу редакцию. Таких ежедневно бывают десятки. Но неожиданно она переросла в нечто большее. Можно сказать, мелодраму с элементами детектива. Завязка хрестоматийная. Жители сразу нескольких самарских домов пожаловали журналистам, что уже который год не могут найти управу на коммунальщиков. И жалобами их засыпают, и по счетам платят аккуратно. Но ни кнут, ни пряник не помогают. Отношения с управляющей компанией ВАСКО у жителей год от года все прохладнее. Ну, холодная, конечно, ледяная. Никто нас не хочет любить. Ни молодых, ни старых. Эти пенсионерки даже и не знакомы друг с другом, но оказались в одной лодке, что дало течь, разбившись о суровый быт. Перефразируя классика, все счастливые дома счастливы одинаковы, они счастливы и мучаются по-разному. О коммунальных невзгодах героев этой передачи в пору полное собрание сочинений писать. Да это если все собрать, не хватит, тут гора будет этот документ. Это все переписка с управляющей компанией ВАСКО. Первый том, семь кругов коммунального ада, можно уже издавать. Ржавый стояк квартиры Любови Чистяковой прорвало еще в июне. Дырку, жалуется женщина, слесарь замотал хомутом. И ровно семь месяцев пенсионерка жила в ожидании вселенского потопа. А рвание, вот я говорю, соседей затапливаю, я что ли буду платить? Меня сверху много раз затапливаю, я знаю, что такое затапливаю. Я прельщиком куда-то уйти или уехать, я сто раз погляжу, сюда загляну, мало ли чего. В день приезда нашей съемочной группы вот совпадение трубу наконец заварили. Но пенсионерка уж и не рада концу мучениям. Ведь чтобы одержать эту маленькую победу, ей пришлось буквально штурмовать коммунальную контору. Центральный офис ВАСКО, что на проспекте Металлургов 60, не так-то просто пробраться к простому гражданину. Думаю, попасть наверх, а там сейчас охрана, наверх не пускать ни к Калашнику, ни к Кузнецову, ни к директору ВАСКО, никому не пускать. Я говорю, что это такое? Управляющая компания, мы ее содержим, правильно? И мы должны к ним приходить в любое время. А не то, что я пришла, а вы запишитесь тут за месяц вперед записываться. Я говорю, ну а если у меня потоп будет? До них достучаться что-то нереально. Они отвечают, ну непонятно что и куда, ну смотрите, ну обращайтесь. Он говорит, ну что, только в прокуратуру обращаться. Он говорит, пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру. Еще плохо, знаете, что они сделали? Они везде поставили автоответчики телефона. Вот звонишь, идет гудок. Перечисляет там, потом взяли, вот туда-то, туда-то звонит, потом поднимает трупу и ложит. Удивляюсь вот такой работе. Все должно быть для нас, а получать мы для них. Любовь Чистякова и ее соседка по этажу Лидия Хвостова, обе живут в 142-м доме по юных пионеров, признаются, давно перешли на самообслуживание. Сами убирают подъезды, сами меняют лампочки. Хорошо, хоть в их квартирах тепло. Жители первых этажей замерзают. В октябре месяце, как началось с отоплением, вот эта проблема. Вот так мы кирпичами, кирпичи ставим вот сюда, чтобы потеплее было. У нас всегда было тепло, всегда было тепло. Стала управляющая компания, у нас стала вот такая проблема с отоплением. В Хрущевке на Деметрову погода в доме тоже оставляет желать лучшего отопления. Пришло в квартиры, рассказывают жители как-то избирательно. В комнатах тепло, в остальных помещениях бодрящая атмосфера. В ванной это вообще невозможно, там холодно. Я извиняюсь, холодно купаться даже. Вот скорее-скорее бегом-бегом на кухню тоже. Жители и в Аскане разжаловались, и в декабре в администрацию Кировского района звонили. После этого лед дал трещины, батареи потеплели. Но ненадолго. А в самом доме с отоплением стали происходить поистине загадочные явления. Если в одних квартирах теплело, то в других резко холодало. У них есть тепло, у нас нет. У нас есть тепло, нет у них тепла. Вот такая история. Что-то там сделали в подвалах. И вот перестало вообще тепло быть. В довершение всех бед подвал стал источать зловоние. В подъезде совсем дышать нечем. И запах стал просачиваться в квартиры. В этом году вообще невозможные вонища. Летом было очень много жёстников. Морили декабрь, осов. Мокрицы. Вот так. И у меня из люстры, прям вот так по цепочке, я всю ночь их считала, собрала 23 штуки. А вы сами-то были в подвале? Конечно. Конечно, заходили. Там была вода. Там была вода какое-то время. Потом вода ушла, но запах остался. Что там происходит в подвале? Тоже загадка. Внятного ответа из ВАСКа жители пока так и не добились. Люди жалуются, сутками не могут дозвониться до коммунальщиков. И вот так всё время, да? Да. Да, я не знаю, как я один раз смогла сегодня дозвониться. Вот прямо перед вами, когда он мне ответил. Ведущий инженер. Видимо, чудо какое-то произошло, что вы дозвонили. Да, я говорю, скажите, как ваша фамилия. А он взял и положил трубку, чтобы спроса не было. Это телефон вот этой диспетчерской службы, круглосуточный, о которой говорят. Правда, всегда, когда разговариваем мы, диалог идёт только с их стороны. Нас они не слышат никогда. Даже разговаривают, не разговаривают. Просто, ну, вот, хотелось бы, конечно, иметь что-то, желать лучшего в плане общения. Хотя бы, чтобы выслушали, а грубят просто по-страшному. Женщины там сидят, а в основном, и они даже заявки не принимают как следует. Сразу просто вот такой рот, хамство и всё. И всё, и даже теряешься, даже не успеваешь сказать, по какой причине ты пришёл. Просто сразу раз и отход болели. Все проблемы, которые у нас были, мы вам сообщили, сказали. Надеемся, что вы повлияете всё-таки на вот это вот дело. Ручёвку на Димитрова далеко не единственная, чьи жители говорят о том, что замерзают, рассказывает председатель ТОСа 13 микрорайона Елена Дерновой. Называет ещё с десяток адресов в том же Кировском районе, который обслуживает та же ВАЗКа и где те же проблемы. У нас есть 52-й АДОМ в этом доме. Все квартиры на девятом этаже, все квартиры практически не отапливаются. Вот люди платят за отопление и живут в холодных квартирах. У них в квартирах 13, ну от сил повышается вот в такие тёплые дни до 17 градусов. Но это дискомфорт. Я вообще не знаю для каких целей, для каких целей существуют наши жилищно-эксплуатационные участки, потому что там телефон не поднимает никто никогда вообще. Какие заявки вообще могут выполнить, если у нас в штате нашего жилищно-эксплуатационного участка на все дома, которые у нас есть в микрорайоне, один сантехник. Остальные сантехники у нас все поувольнялись, ушли в Приволжский микрорайон, в другую управляющую компанию. Потому что там нормальные условия труда. То есть там на одного сантехника 350 квартир, а у нас на одного сантехника было полторы тысячи квартир. Но это при любом желании, при любой сноровке, столько квартир обслужить просто невозможно. Чтобы пообщаться с сотрудниками ЖЭУ номер 8, тоже нужно обладать определенной сноровкой. Дважды мы приезжали в эту контору и дважды к наглухо закрытым дверям. Прекрасно. А время сколько? Сейчас посмотрим, сколько времени. Ну, время уже 10 минут третьего. А обед заканчивается в час. И пусть весь мир подождет. Ну, шевок настучали, и здания обошли. Может, в ЖЭУ есть еще один секретный вход. И вот, наконец, когда спустя минут 20 собрались уезжать, удача улыбнулась нам. И на горизонте появились сотрудники ЖЭУ. Можно как-то с кем-то пообщаться, с тем, кто был бы уполномочен? Пока никого не будет. А когда будут? Ну, сейчас вот мастер не будет. Она ушла. А ушла куда, не знаете? Не знаю. Может быть, подскажете, когда кто появится? Что случилось? Отопление. Не снимайте вы меня. Вы мне светите в глаза. Мне потом зайчики будут бегать. С обраткой, да. Отопление хромает. Мы ничего не говорим. Но мы прогоняем по возможности. Это если завоздушено. Если не завоздушено, то мы, естественно, снимаем температуру и все. Составляем... Пойдемте вот со мной. Составляем авторы. То есть у нас пока еще по отоплению во всех квартирах не меньше 18 градусов. Вот у нас авторы. А дальше что с этими авторами? Ну, они у нас лежат, они у нас лежат. А как мы теплее сделаем? И все же, оказывается, коммунальщики способны творить чудеса. В том самом доме на Димитрово, где накануне мне люди жаловались на холод, проблему решили в считанные минуты. Квартира номера, квартира, пожалуйста. 28 квартир. 28 сегодня уже прогнали. Прогнали, да. Нас жалоба поиступила, мы ее отдали в работу, сегодня уже сделали. Запомните эти слова, потому что далее события и впрямь стали развиваться, как в плохом детективе. Из квартиры Валентины Гришиной наша съемочная группа уехала в 5 вечера 13-го. А в 9 утра 14-го над ее батареями уже колдовал слесарь. Что с телевидением? У вас было телевидение? Я говорю, да, было телевидение. Ну, в том плане, что зафиксировали живо. Действительно, не просто же так. Я говорю, да, телевидение. Я так и сказала, не отказываюсь. Спасибо вам большое. Чем бы вам обязаны? Ничем бы нам не обязаны. Ну, то есть самое главное, тепло есть. Есть, да, есть. Надолго, как вы думаете? Не знаю. И вот тут-то и начинаются загадки. В квартире пенсионерки, как у ее соседей, потеплело. Но в управляющей компании неожиданно стали говорить, что в доме всегда так было. И никаких слесарей они не посылали. Так самое главное, сейчас пришли из дома, из ЖО, и говорят, мы никого не посылали. Это типа неправда. Вот как это так? Вы же зафиксировали, трогали вчера батарея холодная. Выходит, как будто я вру. А зачем они это говорят, как вам кажется? Что якобы у вас так и было тепло? Да. Да, так они, наверное, объясняют, что мы никого не посылали, ваш этот слесарь, в больницу. Я говорю, был слесарь. Я сама включила, что ли? Выяснить, кто этот таинственный слесарь, мне не удалось и у руководства ВАСКО. В этой конторе меня так долго убеждали, что батареи на Димитрова 70 никогда не остывали, что я чуть была сама в это не поверила. У вас другая, я так понимаю, версия всех-всех? Нет, у нас ни другая, ни версия. Мы получили информацию, вы позвонили нам, что в доме нет отопления. Это было где-то во сколько по времени? В обед, после обеда. Мы сразу направили представителей туда, замерили мы температуру в квартире 24 градуса. То, что одна батарея рядом горячая, а другая холодная или ледяная, такого вообще не может быть. Вчера было у них холодное на кухне в ванной, сегодня у нее уже тепло, потому что тепло появилось. Она говорит, что у нас с утра были люди, что-то там сделали, и теперь у нас появилось тепло. Ну, я спорить не хочу, здесь как бы доказывать, были, там не были люди. Я хочу сказать, что мы, во-первых, вы нас предупредили не заранее, поставщик не давал тепло той температуре, которая необходима для улицы. Если, например, в одних квартирах жарко, а в других холодно, то это уже никакое отношение к ЗАО ПТС не имеет. То есть, значит, подача идет воды горячей, напор хороший, значит, это уже плохо работают стояки, или не обогреваются батареи, или еще что-то. А это говорит о том, что управляющая компания со своими обязанностями не справляется. Или не хочет даже справляться. Впрочем, разговор по душам с исполнительным директором ВАСКО не был бесполезным. Лично я много полезного узнала. Например, сокращение слесарей вызвано оптимизацией производства. Давайте уж открыто, по-честному говорить. Приходили в ЖУ, слесаря играли в карты, играли в домино, кто-то выпил. Извините, это раньше не считали деньги. Сейчас все считают деньги. И содержать аппарат людей такое большое количество невыгодно. А вот появление охраны, ее, вероятно, наняли на сэкономленные деньги, диктует суровая жизненная необходимость. Я отвечу про охрану. Потому что у нас стали пропадать вещи, которые заходят просто люди, гуляют по территории, по коридорам. У нас стали воровать очень много пропадать вещи. Вот так вот ходят-ходят всякие, а потом ложки, простите, вещи пропадают. А честным гражданам ВАСКО всегда рады. Вот нашу съемочную группу пустили, кстати, без всяких проблем. Такое нечасто бывает. Так что запишем это в плюс. Буду надеяться, что и в остальном здесь слово сдержит. Господин Илюшин пообещал и частные вопросы решить, разобраться с подвалом на Димитрово-70 и проверить все те адреса, где люди жалуются на плохое отопление. То, что вы назвали, мы, конечно, обязательно сходим, проверим по этому вопросу. И системные сбои больше не допускать. Ведь, по словам директора ВАСКО, в диспетчерской всегда будут теперь трубки брать. У нас было такое несколько дней. Это была проблема у Р-Телекома, данной организации, которая нам поставляет связь. Они не могли нам обеспечить все то количество каналов. Конечно, не все гладко это все идет, потому что это новое. И какие-то шишки мы набиваем. Чтобы не набивать шишки о пороге коммунальщиков, эксперты советуют гражданам не сидеть сложа руки, жаловаться Роспотребнадзор, жилищную инспекцию, вызывать комиссию, которая зафиксирует температуру в доме, а потом уже идти в суд. Потребитель коммунальной услуги вправе требовать от управляющей компании во-первых, перерасчета за непоставленную коммунальную услугу. Здесь, конечно, нужно период установить, в который эта услуга не поставляется. Во-вторых, вправе требовать всевозможных неустойок. Если причинен вред здоровью, то возмещение вреда здоровью вправе требовать. Если этот вопрос уже дошел до суда, то также в судебном порядке и возмещение морального вреда. Все это реально, конечно, нужно действовать. Можно решать проблему и более глобально. Например, поменять управляющую компанию. Как стало неизвестно, в конце августа прошлого года жители на встрече с ВАСКО дали последние полгода для работы над ошибками. Срок истекает в конце февраля. Так что для ВАСКО обратный отсчет уже начался. Если контора не хочет терять дома, а в конечном счете прибыль, ей и впрямь пора делать оргвыводы. А затем, как будет идти этот увлекательный процесс, обещаю наблюдать. Глядишь, еще в нескольких самарских домах потеплеет. А на сегодня это все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.